Мы благословляем мудрость, которая сейчас течет, благословляем сердца, приготовленные, жаждущие, алчущие праведности Циткейну, жаждущие Бога крепкого и живого. И да предстанем мы, явимся на горе Тион и в Ершелайме. Благословляем Ишраэль именем твоим святым Ют-Эй-Вал-Эй. И да наполнится земля Эресесраэль, познание шхины, познание славы от севера до юга, от востока до запада, в каждом городе, в каждой сфере, в каждой социальной прослойке. Все от нищих и бомжей до царей, правителей, да славят тебя, да познают тебя, да трепещут перед величием святости твоей. Ибо ты свят, ибо вовек твоя милость Рахэм. И скажем Амэн, Амэн и Амэн. Мы сегодня продолжаем марафон этой недели. Эта неделя хорошая, мощная. Месяц Кислев, я напоминаю, 12-я Кислева, Кислева, 5779 года. Это правильная дата сегодняшнего дня. 16 часов по Ярушалаиму, мы в эфире. И каждый раз Всевышний дает нам какую-то новую, интересную, важную тему. И все они вместе составляют единое целое процесс освящения, очищения и подготовки. Мы готовимся, все ешеруны, все-все-все-все-все, которые здесь на земле еще, готовимся к встрече царя царей. То есть вечного царя, поставленного Всевышним для управления на тысячи лет последующих истории человечества. И вот две тысячи лет мы с ним знакомимся, общаемся, слушаем, принимаем, познаем, углубляемся в познание глубже и глубже, чтобы понимать все благотворные действия Всевышнего здесь, на планете Земля. Ибо еще немного, давайте это скажем, и очень немного, очень, 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 очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Нет, не умедлит. Поэтому пророкам он открывает все. Пророки знают год, даты, все открывает Всевышний. Это, конечно же, не всем открыто, но пророкам Всевышнего это открыто. Поэтому мы бодрствуем в слове. Хочу сделать такие замечания. Много присылают роликов истеричных женщин, истеричных мужчин, которые пугают, чем-то там запугивают. Но я вам скажу, что процесс работы Всевышнего идет не на душевном уровне. Душевность это очень хорошо. Эмоциональные женщины, они хорошие люди. Никто не говорит, что они плохие. Но работа Святого Духа, она идет не через наши ролики и наши потухи стать какими-то прорицателями, пророками или что-то такое. Нет. Работа Святого Духа идет помимо всего в человеке. И когда человек Божий смотрит ролик человека Божьего, у него идет согласие внутреннее. И он говорит, да и амэн. И как узнать, что это ролик человека Божьего? Наш Господь ничего не делал, не провозглашая Священное Писание. И если нет в речи этих людей, так называемых прорицателей, пророков, или паникеров, или как их хотите назовите, если нет основания в слове, то можете этих людей даже и не слушать. Должно быть основание. Писание написано, написано, написано. Все. Что написано? Сначала то, что написано, а не то, что ты чувствуешь, думаешь, предполагаешь, тебе приснилось, тебя там кто-то обидел в православной церкви, и ты уже эти эмоции выплескиваешь в эфир. Нет. Никаких эмоций. Все четко движется. Верим мы в это? Или не верим? Не имеет значения. Понимаем мы это, не понимаем, не имеет значения. Это просто движется как данность. И вот эту данность мы воспринимаем не сферами души нашей, а сферами нашего духа. Поэтому не ведитесь на эмоции. И не будьте душевными. Потому что душевность, она не даст вам стабильности. Душевность, она лишь ваши чувства, ваши отношения, чувства. То, что вы чувствуете. То, что вам кажется, что это важно, или там это круто. Вот за счет этого все телепроповедники и живут. За счет эмоций, манипуляций в этой сфере. И когда человек что-то чувствует, мурашки по коже. О, я тоже плачу, когда смотрю фильмы, где мурашки по коже. Там голливудские фильмы. И тоже плачу, моя душа плачет. Потому что там сидят психологи, которые знают, как коснуться души. Затронуть сферы душевности человеческой. И на этом стоит все искусство. Театр, песни, стихи, поэзия. Ну все, все, все влияет на душевные сферы человека. А духовная сфера, она не менялась и не меняется. И нам нужно подняться в духовные сферы, где всегда стабильно хорошо. Всегда стабильно свято. Всегда стабильно мудро. Всегда стабильно без перемен. И нет таких колебаний. Это Бог и не Бог. А это от Бога, не от Бога. А это там нету такого. И поэтому мы еще не доросли до сфер вышних. И когда мы дорастаем до сфер вышних, тогда мы понимаем, что такое нижнее и что такое вышнее. И нам легко различать. Смотришь, слушаешь пророка. Там призыв пошел. Соберемся все на Сеоне. Давайте вот эти, вот эти, вот эти. Самое интересное, что я этих всех людей лично знаю. Кто пишет. Они взяли себе сейчас псевдонимы и пишут. И как бы я знаю мнение Всевышнего о них. Поэтому мне легче, наверное, чем вам. А вы меня кто-то знаете, а кто-то не знаете. Поэтому не ведитесь на эмоциональные призывы. И как бы есть паникеры, которые там всех заводят толпу. Есть провокаторы, которые тоже как Поп Гапон. Знаете, организовал 9 января. И оно стало кровавым. Поп Гапон. Вошел в историю как провокатор. И так далее. Слушайте внимательно Руа Га Кудеш. Для этого откроем Иоанна, 16 главу. Евангелие от Йоханнаана, 16 главу. Без эмоций, без душевности. Абсолютно спокойно, аргументированно, ясно, четко и так далее. И без всяких знамений и чудес. А то у меня тут требуют знамения и чудеса. Не дастся вам знамений и чудес. Рот лукавый и прелюбодимый. Сначала услышите то, что говорит Коген Гадоль. А потом, если это необходимо, увидите чудеса и знамения. Итак, прямая речь нашего первосвященника. Навеки. Царя всех царей. Бога всех богов. Того, чье имя выше всех имен. Глава всех вышних. Без эмоций. Спокойно. Я сказал вам все это, чтобы вы не удивлялись. Вас отлучат от синагог. Вам не надо сейчас уходить. Вас выгонят. Вас отлучат самих. И народное все будет изверженное из религии. Фараон выгнал Моисея. А не Моисей ушел. Моисей не мог уйти сам. Это не был план Божий. Его должны были выгнать. Вот и все. И фараон его выгнал. Сказал, так, у вас есть три часа, чтобы вас через три часа в Египте не было. И все. И пять миллионов людей уже были готовы. Они всю ночь были одеты. Пояс припоясан. Светильник горящий. Посох в руке. Все получили больные исцеления. Потому что нужно здоровым быть, чтобы выходить. Так вот точно сегодняшний исход из Египта, из религии, из болезней, из сферы глупости, невежества, греха будет осуществляться спонтанно, в одно мгновение. Вас выгонят. Вас выгонят. Вытолкают. За дверь иди отсюда. Ты здесь не нужен. Поэтому вас отлучат от синагог. И придет даже такое время, когда убивающий вас будет думать, что он этим служит Всевышнему. Сегодня такая радостная новость в Израиле. Уволили министра полиции, который повелел пограничникам не пускать в Израиль гоев и язычников. Потому что он их ненавидит, так как он ортодоксальный иудей. И пограничники отфутболивали отказ. Ну, кто знает, что влететь в Израиль было практически для многих невозможно. Отфутболивали, потому что был приказ министра. И сегодня его арестовали, там сняли и хотят судить. И те люди, которые пострадали от его указов или постановлений этой жесткой политики, они радуются и я радуюсь вместе с ними. То есть в Израиль должен быть вход свободный для всех, кто желает прикоснуться святости, силы. Не должно быть никаких препонов для туризма, для развития государства. Ну, спокойно все. Ну, спецслужбы должны работать, естественно. И знать, кто враг, кто друг, кто нейтральный, кто ради интереса едет. Ну, это работа, ну, нормально для спецслужб. А ставить припоны и отправлять назад людей, которые, ну, хотят войти в эту страну, где Всевышний собирает, как птица птенцов, своих птенчиков, это неправильно. И вот этого человека убрали. И я очень рад. Это тоже символ и знак того, что Израиль будет открыт, как Святой Дух нам объявила, что Израиль будет открыт абсолютно не для евреев, а для всех желающих жить в Израиле. Всех. Независимо еврей, мама еврейка, не еврейка, доказательства есть, нету фотографии. Ты хочешь стать гражданином? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Мы открыты, мы тебе рады. Вот так будет. Вы это увидите. Поэтому это время, когда нас убивали, оно останавливается сейчас. Теперь время, когда нас будут любить. Любить. Любить и нам будут очень сильно рады в Израиле. Но почему они это делали? Или делают? Или будут делать? Еще кто-то пострадает по инерции, конечно. Будут поступать так, потому что не понимают ни отца, ни меня. То есть, они не знают Ешуа, как Коген Гадоля. Они все еще кличут Машех, приди, имея в виду кого угодно, кроме Ешуа. Поэтому это заблуждение. И это заблуждение на время было, на 2000 лет. Теперь эти покрывала будут сниматься. И израильтяне будут понимать, кто же есть настоящий Коген Гадоль. И какой храм надо восстанавливать. И какой храм нужно воссоздавать. Поэтому, пока они не понимают ни отца, ни Ешуа, они будут так поступать. То есть, молитва наша о том, чтобы пришло понимание. Понимание Всевышнего, Его пророков. Понимание глубин, которые вложил Всевышний в эти пророчества. Понимание пророков сегодняшнего времени, настоящих посланников Всевышнего. И понимание Ешуа, как Коген Гадоле, принятие Его, как уже поставленного Всевышним Коген Гадоле. Не надо никого ставить. Уже поставленная власть существует. Нужно ее принять, признать и встать под руководство этой власти. Но я сказал вам, чтобы когда это будет происходить, вы вспомнили, что я предупреждал вас. Раньше я не говорил с вами об этом, потому что был рядом. Но теперь я ухожу к пославшему меня. Никто из вас не спрашивает меня, куда ты уходишь. Но, услышав мои слова, вы расстроились, потому что душевные. Но я говорю вам истину, то есть духовную часть, я говорю вам истину или духовную составляющую веры. Вам будет лучше, если я уйду. То есть, когда Ешуа ушел, что он сделал? Он сделал лучшее для всех. Лучше для всех. И он это всегда делает лучшее. Лучше для царства. Лучше для отца. Лучше для церкви. Лучше для меня, для тебя, для всех. Для всех было лучше, что он ушел. Поэтому он это и сделал. Но говорю вам истину, будет лучше, если я уйду. Ибо если я не уйду, ну вдруг кто-то там Ешуа потянет на душевный уровень. Не уйду. Утешающий советник не придет к вам. Но если я уйду, то пошлю утешающего советника Руага Кудеш к вам. И когда придет Руага Кудеш, то укажет миру, миру, то есть всему человечеству, укажет. На неправильное отношение к греху. Вот эти три аспекта работы Святого Духа важнейшие для нас. Важнейшие. И мы, если хотим сотрудничать со Святым Духом, мамой, дорогой, то мы должны знать основные цели и ценности, ради чего Руага Кудеш вообще находится на планете Земля. И две тысячи лет долго терпит грешных людей. И первая причина. Обличить или открыть истину, открыть глубину людям, всем, верующим, неверующим, всему человечеству, на неправильное отношение к греху. Это очень важно. Потому что сегодня, ну вот столько всякого я слышу, мне пишут, я звонки, разговариваю с людьми. И в основном, как бы, проблема это грех. Грех проникает, или, вернее, он там и был всегда. И он начинает проявляться в сущности человеческой. Причем с небывалой силой. Просто, я сказал бы, фонтанами бьет. Иногда в виде извержений вулканов. Особенно у мужчин. Потому что, если смотреть порно, часами, то фонтан забьет. Это же чисто психология. И если ты смотришь порно, значит, ты пребываешь во грехе, а грех пребывает в тебе. И это приведет к неизбежному падению. Это приведет к отсутствию святости. К нарушению гармонии с небом. И к Божьему гневу. А потом и наказанию. Наказание может быть разным. Различным. У нас был один брат, который, ну, брат, да, хороший служитель. Очень эффективный бизнесмен. С финансами такой. Молодец. Хороший. Милостивый. Столько делал милости. Я столько не сделал, сколько он. И что ж он учудил? У него были плохие отношения с женой. И это была постоянно неразвязанная проблема. Она длилась все эти годы. И выливалась скандалы, ссоры, хлопания дверями, битьем посуды, упреки. И атмосфера была в доме ужасная. Когда меня пригласили помолиться, я увидел, что прямо посреди дома у них нора, ведущая в преисподнюю, и демон преисподний там живет у них в доме. И я им об этом сказал. Вам нужно убрать грех, иначе демон преисподний, он просто вас убьет. Ну, так и случилось. Непослушание или самоуверенность привела его к страшным вещам. Он еще был евангелист, евангелизировал. И у него были в основном, как бы, евангелизации женщин одиноких или даже замужних. И вот он одну татарку евангелизировал крымскую, так, что она покаялась, она уверовала, он убедительно так все преподнес ей. И дальше идет история. Он ее крестит самостоятельно в ванной, и потом влюбляется она в него, видя, какой он добрый. Он там ее и деньгами начал обеспечивать, и все такое. Она начинает бросать мужа на развод. Он, будучи женатым мужчиной, вступает с ней в сексуальные отношения, и результат его преждевременная смерть. Про нее не знаю. Она, конечно, не ведала, что творила. У нее греха меньше. Но он осознанно шел к смерти. То есть, если ты служитель, я говорю сейчас открыто, и ты пребываешь в грехе осознанно, крови шоа тебя больше не очищает. Потому что крови шоа очищает оставленный, исповеданный, открытый и развязанный грех. Это развязывание. То есть, грешил, больше не грешу. Делал, больше не делаю. Вот это покаяние называется. А раз каяние, это грешу и каюсь, каюсь и грешу. И это превращается в хроническую форму. Прошла неделя, вроде все забыл. Через неделю опять порно, опять анонизмом занимаешься, опять какая-то девушка откуда-то берется, и опять ты в грехе по уши. А в субботу приходишь служить. Служить, делая вид, что ничего плохого ты не сделал. Как же среагирует святой дух? Ну, первое, он обличит тебя о грехе. Порно, это грех. Это грех, который люди узаконили. И это запретное кино, там плюс стоит 18. И на сайтах порно пишут, заставили писать. То есть, порно само не запретили, но на сайтах пишут. Вам есть 18 лет? Тогда входите. Потому что это сайт для взрослых. Не знаю, как они там законодательно это все оформляют, но есть запрещенная форма порно. Это когда идут съемки человека с животным, потом человека с детьми и так далее. Это запрещенная форма. А если просто снимается половой акт, это не запрещается. Это имеет право существовать. Но если я смотрю, как живут интимно другие мужчины и женщины, рано или поздно я попадаю в сеть. Это сеть. Сеть дьявола, которую Всевышний позволил забросить сегодня, чтобы наловить вот этих вот глупых юношей. Как написано в книге притчей, я видел юношу, который пошел за блудницей, а блудница затянула его в такой глубокий колодец, из которого он не смог выбраться. И я подумал, да, да, это бедняга, это бедолага, который действительно просто пристился своими глазами, и грех через глаза зашел в его сердце и поселился там. Это написал Шломо, у которого было 300 жен, 700 наложниц, 1000 женщин. Официально. Официально. И Шломо, проживший вот эту жизнь, как бы не имея отказа ни в чем, он написал, что все это пустое. Это пустое. И в книге экклесиаста он пишет сущность всего. Вот послушайте, человека, которого был доступ ко всему. Он имел доступ к таким женщинам, что у тебя таких никогда не было и не будет. А у него они были. И он их и трогал, и любил, и ласкал, и они перед ним ходили, дефилировали в любое время, когда ему захотелось. И этот человек, который все испытал, прошел все виды даже осознанного греха, даже осознанно он грешил, даже он впадал в безумие, чтобы познать силу греха. Он написал, сущность всего, бойся Всевышнего и соблюдай его заповеди, ибо в этом весь человек. Потому что всякое дело приведет Всевышний на суд. Все сокрытое и доброе, и злое. Всякое дело приведет. Всякое. Поэтому не надо меня бояться. Мало ли что, я знаю о ком, это не влияет ни на что. Но бойся Всевышнего, потому что ты согрешаешь перед Всевышним. Ты согрешаешь его присутствие. И своими грехами ты портишь отношения с Богом. И становишься врагом Всевышнему, нарушая все его законы, все его правила, постановления о святой жизни тела, души и духа. Поэтому апостолы сделали следующее заявление. Блудников и прелюбодеев судит сам Всевышний. И как он будет судить тебя, не знаю. Но он будет судить сто процентов. И не наказанным не оставит никого. Никого. Поэтому первая задача Руага Кодеш, для чего Руага Кодеш мы пригласили в свою жизнь, потому что мы ничего не знаем о грехе. Мы думаем, что это хорошие слова, это гнилые слова. Мы думаем, что есть свинину нормально, полезно, врачи сказали. А это есть нарушение закона, и это приносит вред, и смерть приходит уже в этого человека, и раковые клетки начинают расти. Поэтому перед тем, как молиться об исцелении, надо, наверное, поинтересоваться, человек, он вообще беззаконник, и что молиться об исцелении беззаконника, который отвергает закон святости и праведности и благоразумия. Поэтому, конечно, Святой Дух в этом сегодня усиленно работает, обличая человечество, человека, любого человека, любого из нас, в том, что он делает неправедно, несвято, нечисто. И он обличает, это его работа. И если я принимаю, я говорю, да, Господь, да, Господь, помоги, освободи, избавить, что? Посты, молитвы, что надо? Вера, где? Слово, встать на фундамент. Как мне от этого освободиться? Потому что я вам скажу такую вещь, за каждым грехом стоят бесы, за каждым абсолютно грехом стоит дьявол, сатана. И если вы хотите испытать его силу на себе, продолжайте грешить. Вы увидите, как он придет за своей добычей. Он обличит мир о грехе, сказал Ишуа. Это советник, который пришел уже, Руа Годеш, Святой Дух. И люди этого не понимают, но благодаря Святому Духу начинают понимать, прозревать, что я в зависимости, что зависимости есть разные, алкогольные, наркотические, интернет-зависимости, игры, игры, игры. Может, это не порно, а просто игры. Игры, играю, не могу оторваться, танчики, танчики, там, самолетики, ту-ту-ту, войнушка. И человек зависает. Мы молились уже несколько раз о подростках, которые месяцами не выходили из-за компьютера. И мама только приносила им кушать и убирала. И они в туалет вставали и бегом возвращались. Зависимость. Это зависимость от виртуального мира. И дьявол использует также эту зависимость. И это тоже грех. Любая зависимость, которая не ведет нас к Всевышнему, является грехом. Поэтому Святой Дух, Рага Кудеш, сегодня открывает нам неправильное, опасное, чреватое последствиями, очень ужасными. Это и разрушение брака, это разрушение физического тела через физические болезни, травмы, катастрофы и всякие другие события. Это рак, спид, сифилис, много разных таких хронических заболеваний, которые приходят через открытую дверь благодаря грехам. И каждый грех это канал. Канал, через который дьявол имеет доступ к сердцу. И насколько долго Всевышний будет это терпеть. Поэтому нам нужно поговорить сегодня о святости. Что такое святость? Вторая задача Святого Духа как раз указать людям на праведность. Праведность, святость, кадош. Что же такое святость? Кто такой святой? В Википедии они разные написали вещи. Святой от православного свет. Свет. Это человек света. это личность особо почитаемая во всех религиях за свою чистую, благочестивую, праведную жизнь, стойкое исповедание веры и также еще почитаю таких людей за их молитвы. Молитвенное ходатайство за человечество перед Всевышним. И есть понимание святости во всех религиях, во всех культах и в православном, католическом, и афроамериканских, народных культах, буддизме, индуизме, и также есть в иудаизме. И в иудаизме евреи понимают, что сама личность Всевышнего олицетворяется одним словом КАДОШ КАДОШ это значит святой святой. Мы вчера об этом говорили книга ИЕГОШ ИЩУА книга ИШАЯУ ИШАЯУ книга ИШАЯУ пятая глава когда он был в тронном зале и пророк ИШАЯ и он увидел личность Всевышнего и это его так сильно ударило когда он смотрел на него он пережил всю свою греховность где она у него была и вот что он написал он он написал горе мне он закричал когда увидел Юдгей Валгей сидящего на престоле высоком величественном превознесенном края его наполняли весь храм это было на небе он был взят живым на небеса пред ним стояли сарафы серафимы огненоносные сущности с шестю крыльями и двумя прикрывали лицо двумя ноги двумя летали и они взывали один к другому и кричали Кадош 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 Юдгей Валгей Цива От вся земля полна шхины славы его присутствия и от этих криков колебались двери и дом наполнялся дымом и когда Ишаяху попал в это служение святости первое что он увидел обнаружил свой грех свой грех если наши собрания они будут собраниями святости знаете почему давление потому что грех почему нет соединения со святым духом потому что грех почему нет радости от этого собрания потому что грех и грех 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 это множество видов множество подвидов разновидностей греха но любой грех это разделение между всевышним святым и грешным человеком и когда еще я у пророк увидел свой грех он его назвал открыл и сказал у меня нечистые уста и я живу среди людей которых уста тоже не чистые а мои очи видят царя то есть этого не должно быть я не могу увидеть царя и оставаться с грехом я не могу увидеть всевышнего и оставаться неизмененным и это мучение которое подобно адским мукам знаете что из ада видно небо и богач умерший видел авраама ходящего в святости божьей и он кричал и звал авраама чтобы тот помог ему его братьям поэтому а где одна из причин почему-то мучаются люди видят то что они потеряли то что они могли бы иметь но по своей греховности из-за своей любви греху они лишились святости божьей лишились вечной святой жизни это больше мучения доставляет чем что-либо другое не сам грех осознание и картина того чтобы ты мог иметь я бы мог там ходить с авраамом а я тут с какими-то иудами предателями убийцами прелюбодеями блудницами все эти ся нечи вся мерзость земли здесь и я с ними пусть это отрезвит вас сегодня где вы хотите быть там где ходит авраам и цхак яков или там где ходят все эти убийцы все эти ненавидимые людьми диктаторы все эти вот жуткие насильники страшные прелюбодеи блудники и так далее извращенцы и вся мерзость земли вы хотите быть среди них это что ваше место это ваш выбор или все таки мы хотим ходить с авраамом с аком яков по небесам и жить в святости уже здесь на земле они после смерти мы здесь на земле закладываем основания нашей вечной жизни если это основание называется кадош 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 тогда у нас есть шанс ходить святым и со всеми святыми но если наше основание а может как-нибудь а может там не заметят а может не увидят а я об опять причастие приму и мне все проститься глупые надежды грешника причастие не действует там где нет покаяние осознание своего греха и желание возненавидеть грех грех не просто мы как бы нейтрально относимся мы его должны ненавидеть ненавидеть слово ненависть это значит нежелание видеть нежелание видеть когда я попадаю на какую-то картинку я тут же ее выключаю я не желаю ее видеть когда мне в ленту присылает какую-то там эротическую еще какую-то обнаженную я убираю этого человека эту картинку я не желаю это видеть это мой выбор и вот такие люди и есть святые 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 они ненавидят грех у них греху есть определенное отношение это мерзость и она в моей жизни не должна иметь никакого места у меня с грехом граница стоит и я эту границу охраняю я бодрствую паче всего хранимого храню свое сердце святости 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 об этом нам сегодня говорит рога кодеш потому что но картина греха то известно всевышним он то знает кто чем занимается по ночам и днем и вообще он все знает о чем мы думаем о чем мы размышляем мечтаем какие наши планы какие наши ценности чем наполнено наше сердце если наше сердце создано всевышним только для одной цели любить всевышнего и он не видит там стопроцентного посвящения то всевышний начинает пытаться спасти этого человека обличить его во грехе открыть ему глаза остановить его безумие даже валаама он пытался остановить даже и у иуду предателя он останавливал целованием ли ты предаешь сына человек что ты делаешь иди делай быстрее обмакну хлеб еще ему постоянно говорил об этом так же сегодня рога кодеш говорит тебе и мне это важный вопрос его надо закрыть раз и навсегда и а что делать жить праведно праведности кто меня научит кто знает все о праведности как не праведный божий дух кто знаете о святости как не святой дух потому он и святой потому что он все знает о святости и кто меня научит я вас не собираюсь учить кричите ой-вей 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 я хочу услышать голос святого духа я хочу слышать наставление в праведных делах господи а это праведно или неправедно а это чисто или нечисто а это угодно тебе или не угодно тебе вы начнете слышать какую литературу читать какую не читать какие фильмы смотреть какие не смотреть какие какой информации изучать какая вам не нужна какие пророки говорят от святого духа какие говорят от своей души иначе вы заблудитесь и будете блудниками блудник от слова блуждать блукать заблудился сблудил то есть пошел не туда поэтому вы уж не хотите чтобы вас судил всевышний он будет судить блудников которые блуждают и блуждают блудят и блудят блудят и блудят блудят год два три четыре когда же конец а на собрание приходят и ручкой держит свят 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 поют а сам а сам делаешь грех и думаешь что всевышний это не заметил нет он обличит он обличит он наготу откроет он покажет всем кто ты и все будут знать кто ты но если есть осознание греховности желание раскается он тоже это видит младшему сыну было стыдно возвращаться к отцу его там ничего не ждал он свою долю наследство уже потратил он не имел прав никаких в доме отца но он понимал также что и жить с этими свиньями я тоже не хочу это же ниже плинтуса еврей которому не дают не дают покушать со свиньями с одного корыта это ниже плинтуса для еврея есть вместе со свиньями поэтому он это понимал и в конце концов принял решение встану пойду другого нет пути другого места нет где бы я спасся где бы я был в благополучии и скажу согрешил я перед небом не достоин называться сыном прими меня кем угодно я готов все что угодно мыть полы убирать гладить чистить туалеты что ты скажешь я буду делать все и с этой мыслью он идет к отцу и отец его увидел издалека отец видит кающегося грешника очень хорошо видит и отец устраивает пир на весь мир и всем провозглашает этот сын мой был мертвый то есть пока ты во грехе ты мертвы для бога никогда тебя бог употреблять не станет не будет успеха ты мертвый ты отступник мой сын был мертв но он ожил благодаря руага кудеш он услышал обличение он принял он осознал он оплакал себя как грешника и он правильном направлении двинулся он пошел к отцу и отец это все очень хорошо понимает поэтому такое приветствуется покаяние и новая жизнь теперь вторая работа святого духа глобально как написано заступник же руага кудеш которого ради меня пошлет вам отец оба он всему вас научит и напомнит все о чем я сказал вам то есть руага кудеш не будет учить каким-то новым доктринам каким-то там не рассказанным господом правилам постановлением и законам он напомнит сначала глобально или как-то базовое учение которое еще оставил нам в виде четырех евангелий виде книги деяния святых апостолов виде десятков посланий и финальная книга апокалипсис это все ешуа дал нашему поколению если это не помогает то уже ничего не поможет человек изучайте писание вы думаете через них иметь жизнь они свидетельствуют о нем о нем о нем о нем и руага кудеш учит о нем он напоминает о нем и он ведет человека к нему к личности к генгадоля потому что грехи снимает к генгадоль потому что прощение объявляет к генгадоль потому что благословляет к генгадоль потому что молится к генгадоль и любой из народа идет храм ради того чтобы к генгадоль помолился благословил и сказал иди с миром это наша цель это над наша цель цель и к генгадоль он царь правды малки цедек малки это царь малки царь он не будет царствовать над беззаконием и никогда грешник ты себя не сможешь узаконить царстве там где царствует праведность там ничего не чистого не войдет и никто преданный мерзости лжи не водвориться нечестивые не прибудут при дачами всевышнего и все эти заблуждения милости все эти заблуждения что бог готов закрыть глаза одеть розовые очки и любить грешника и принять грешника и позволить грешнику не изменяться это заблуждение весь смысл жертвы и шо убить грех человеке я со распялся маши их уже не я живу живет господь потому что я грешник господь святой праведный малки цедек поэтому я позволяю ему занять всю территорию своего сердца всю территорию моих чувств всю территорию моих внутреннего моего мира все 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 на сто процентов и я хочу знать все о праведности и святости а вот это свято или не свято а взять за ручку свято не свято а пойти туда в компанию свято не свято а хотел бы меня всевышний видеть на совете нечестивых а хотел бы меня всевышний увидеть собрание развратителей а хорошо ли это будет если я стану на пути грешника нет это всевышнему не не нужно это тебе не нужно тоже человек благословен тот кто не ходит на совет нечестивых благословен тот кто не сидит собрание развратителей и благословен тот кто не стоит на пути грешника но больше не делай так не не греши не нарушай закон больше вот это то что что он говорит всем кающимся грешников иди но пожалуйста больше этого не делай не делай этого и так рога кудеш который сегодня здесь на земле с нами учит нас о святости мир неправильно судит о грехе из-за этого полон неверия и заблуждений мир неправильно судит мир не знает истинной справедливости поэтому всевышний поставил судью над живыми и мертвыми и дал ему власть судить дал ему власть судить выносить приговоры и наказание и первый с кого начал ешо это был падший херувим архангел света люцифер и господь сказал он уже осужден ему приговор я уже высказался вынес поэтому мы имеем дело с врагом который приговорен небольшая отсрочка до наказания 7 лет но еще две тысячи лет господь ему позволил искушать людей потому что должны открыться искусные если нет противоречий как узнать кто из нас искусен в чем поэтому вот это две тысячи лет эта история противоречия история конфликтов войн это выяснение отношений это попытки человека поставить свои законы установить создать свои царства и так далее давайте прочитаем и она когда он придет то укажет миру на неправильное отношение к греху праведности и суду греху в том что люди не верят в меня вот самый высокий большой грех неправильное отношение мира греху в том что люди не верят в меня вместо этого в мире существуют различные другие теории о грехе которые принижают отвратительную сущность греха и превозносят святость людей каких-то там помазанников таким образом люди не чувствуют необходимости принятия искупительной жертвы еще точно очень хорошие толкование 10 секс к праведности в том что я ухожу к отцу и вы больше не увидите меня то есть на самом деле некоторым никогда больше не увидите шо если не будет настоящего покаяния лицо его могут видеть только рабы и и одиннадцатый стих суду о суде еще третья часть том что правитель этого мира осужден то есть дьявол сатана люцифер получил приговор который приведет в исполнение сильный ангел на тысячу лет посадив его на цепь и поместив его в какие-то места не столь отдаленные это будет финал его судьбы карьеры он это знает и мы это знаем он этого боится а мы этого ждем мы ждем финала на самом деле потому что святому человеку приходится мучаться среди грешников конечно видя и слыша беззаконие ежедневно и все святые сегодня взывают доколе доколе владыка ты не мстишь доколе владыка твои суды не свершаются все священники сегодня просят справедливого наказания грешника но еще царь милостивый милостивый милости хочу они жертвы я хочу милосердия больше чем все сожжение ваших и нам нужно научиться что значит милость кого помиловать помилую кого жалеть пожалею очень часто мы видим несправедливость мы требуем наказание но она не приходит по нашим требованиям потому что мы не являемся судьями пока что судья есть один и он набирает сегодня команду шайфтимов судей с которыми вместе он провозгласит суды всевышнего на планете земля сгорит сион веру шалами и там будет место встречи которое изменить нельзя вот это важно понимать и вот эти суды они сбудутся все что вы свяжете на планете земля будет связано на небе все что вы разрешите на планете земля будет разрешено на небе это уже прямая связь со святыми хранящими себя в святости постоянно это не для всех не может быть судья грешник судить другого грешника потому что любой грешник скажет а это кто такой он сам по уши в дерьме а что он меня судит и будет прав сегодня к сожалению система судей это самая коррумпированная это самая безобразная структура и редко-редко найдется праведный судья который действительно боится Бога и судит по закону как положено не берет взяток не принимает лица великих там ходатайств великих и так далее он выносит справедливые приговоры и таких людей ненавидят не любят боятся грешники поэтому их очень 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 мало но малкий цедак сказал что я буду судить и сказал что не только я но и вы будете судить даже падших ангелов нам надлежит узнать имя каждого падшего ангела великого и нам надлежит вынести приговор справедливый не только людям но и ангелам это миссия которую он нам доверяет может ли быть судья с пороками и изъянами нет может ли быть священник с пороками и изъянами нет потому что царство всевышнего это праведность праведность и вот у нас сейчас три сферы на земле первая сфера это тьма это грех во главе с падшим ангелом и это весь его мир и все его демоны и все люди находящиеся под их влиянием вторая часть это церковь которая на пути к святости но еще не свято но уже освящается еще 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 и еще и понимает что надо освящаться и третья сфера это царство бога всевышнего которое представляет абсолютную святость абсолютную святость и праведность и вот чью мы сторону займем туда нас и утянет если нам захочется слушать сатану и идти на компромиссы он нас утянет вместе за собой но если мы скажем на и нет у нас граница с тобою вот до сюда дойдешь дальше ты не перейдешь и мы выбираем святость царства тогда царство нас забирает к себе через какое-то время мы будем восхищены на небесах искажение учения о власти и мировом порядке цель сатаны наш первосвященник есть восстановитель святости святость истинная есть осознание святости во всей ее глубине и полноте осознание греха есть грех осознание святости есть святость станьте как дети дети у них нет осознания греха и у них нет осознания святости они как бы соблюдают нейтралитет и это хороший материал для всевышнего чтобы чтобы изменять человека каин был от лукавого и грехопадение женщины привело к ее симпатиям и связи со змеем падшим ангелом и падший ангел внес свою доктрину в сердце каина написано что каин был от лукавого авель был от всевышнего он был чистый ментальная связь в сфере разума искажает святость и целостность мышления человек есть то о чем он думает плод познания исказил разум способность праведно мыслить поэтому мы имеем ум еще а нам свой ум уже не пригодится и рога кодеш научит вас всему через дар слова мудрости дар слова знания развлечения духов девять даров святого духа посланы научить нас всему познавать его всевышнего силу воскресения его участие в страданиях его и есть освящение как пример давид и версавия опыт падения праведника но давид же не остался в грехе он покаялся он получил наказание он согласился все терпеть все перенести и он вернулся к всевышнему он избрал святость поэтому если есть падение очень важно что ты избираешь и какой урок извлекаешь в результате своих падений самсон и долида самсон не извлек уроков он подумал что сила всевышнего это его собственность и он сказал я пойду сейчас с этой силой я сейчас одолею всех но его связали как беспомощного овоща ослепили оскопили там что они с ним делали и выставили на посмешище Соломоны 300 его жен он написал но горше всего женщина вывод ибо Ева согрешила первое пишут апостолы а не Адам поэтому лучше для человека не касаться женщины Авраам благодаря стойкости достиг обещанного Авраам стойко устоял в святости и достиг обещанного Малки Цедек царь справедливый он есть царь Салима царь покоя и мира и скажу из опыта там где есть святость там всегда есть спокойствие там бури тебя не касается волнение тишина царь Салима и царь правды это одна личность и поэтому если есть правда есть и покой мир нет правды нет покоя нервы валерьянка и так далее ой вей 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 дочитаем главу впрочем когда при еще о многом хочу сказать вам Но сейчас вы не в состоянии понять. 16 глава Иоханана, 12 стих. 13. Впрочем, когда приидет Руа Гакудеш, он направит или она направит вас к истине, потому что будет говорить не от себя, но лишь то, что услышит. Кроме того, возвестит вам о будущих событиях. 14. Она прославит меня, потому что примет от моего и передаст вам. 15. Все, что есть у отца, принадлежит мне, поэтому я сказал, что она примет от моего и сообщит вам. 16. Чистую жизнь можно вести лишь через послушание Святому Духу. 16. Более того, говоря своим Талмидиям, ученикам, что Дух Истины направит вас к истине, возвестит о будущих событиях, Ешуа заранее подтверждает подлинность книг Нового Завета, которые они напишут, будучи вдохновлены Святым Духом. 16. Скоро вы не увидите меня, а затем некоторое время, ну, две тысячи лет спустя, увидите меня. При этом некоторые из Талмидии сказали друг другу, о чем он это говорит? Скоро вы не увидите меня, а потом спустя какое-то время увидите меня, и я иду к отцу. 16. Они говорили, что значит вскоре, не понимаем, о чем он говорит? Ешуа знал, о чем они хотят спросить, и сказал, вы спрашиваете друг друга, что я имел в виду, говоря, вскоре вы уже не увидите меня, а затем спустя какое-то время увидите меня. 16. Да, это верно. Говорю вам, что вы будете плакать и горевать, а мир будет радоваться, вы будете печалиться, но ваша печаль обратится в радость. 16. Когда женщина рожает, она испытывает муки, потому что пришло время, но когда она родит, то забывает о своих страданиях и радуется, потому что ребенок появился на свет. 17. Потому и вы сокрушаетесь сейчас, но я вновь встречусь с вами, и тогда сердца ваши наполнятся радостью, и никто не сможет лишить вас этой радости. 17. Когда наступит тот день, вы не будете ни о чем просить меня. Да, именно, говорю вам, что все, чего не попросите у отца, он даст вам в мое имя. 17. До сих пор вы ничего не просили в мое имя. 18. Непрестанно просите. Непрестанно просите. И получите, чтобы радость ваша была совершенной. Я рассказал вам это, говоря притчами, но наступает время, когда я больше не стану говорить образно, но прямо расскажу о Батце. 18. Когда наступит тот день, вы будете просить в мое имя. 19. И не говорю вам, что я буду молиться о вас, Отцу, так как Отец Сам любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили тому, что я пришел от Всевышнего Элогим. 19. Я пришел от Отца и явился в мир. И вот я покидаю мир и возвращаюсь к Отцу. 20. Талмидим сказали ему, вот теперь ты уже говоришь прямо, совсем не образно. 21. Теперь мы видим, что ты знаешь все, и ты не нуждаешься в том, чтобы люди спрашивали тебя о чем-либо. 21. Это убеждает нас в том, что ты пришел от Всевышнего. 22. Ешо ответил, сейчас вы в самом деле верите. 22. Но наступает время, наступило уже, когда вы рассеетесь каждый, стараясь уберечь самого себя, и вы покинете меня. 23. Но я не один, потому что со мною Отец. 24. Я говорю это вам, чтобы в единстве со мною вы имели шалом. 25. В мире у вас немало цорес, проблем, печалей, но будьте мужественны. 25. Я покорил мир. 26. Я покорил мир. 27. Сегодня мы будем причащаться его телу и крови. 27. Еще раз хочу обратиться к тайным грешникам, юноши. 28. Убегайте похоти, плотских, восстающих на душу вашу. 29. Не будьте рабами греха, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 29. Просто мы уйдем, вы останетесь. 29. Не любите грех, не любите мир, не того, что в мире. 29. Все, что в мире, похоть очей. 30. Похоть плоти. 30. И гордость житейская. 31. Это не есть от Отца, это от мира всего. 31. И наше желание, стремление, 31. Чтобы избавиться, выйти из мира и водвориться в праведном царстве его, святостью. 31. Думаю, что это придет. Это уже близко время, когда мы сможем сделать полное посвящение. 31. Но сейчас, даже во времена частичного посвящения, оставайтесь верными. 31. Верными Всевышнему, в личной святости. 31. Храните себя. 32. Не позволяйте лукавому иметь место ни в одной сфере. 31. Там, где эти сферы существуют, 32. Поросите, чтобы Святой Дух открывала вам, 33. Наставляла в этих сферах, как с этого выйти. 33. Есть ситуации. Вот, допустим, Йосиф, он жил вообще на враждебной территории. 34. Он жил в Египте. Он жил в доме Патифара. 34. Он был рабом. 35. И жена Патифара хотела его совратить. 35. Он был красивый юноша, еврей. 36. И благочестивый юноша. 36. И когда она совращала Йосифа, оставшись с ним наедине в комнате, 37. Написано, что Йосиф вырвался, оставив в ее руках свою одежду. 37. То есть, женщина реально собиралась изнасиловать юношу. 37. Но он бежал, даже оставив свою одежду, зная, что за это его привлекут к суду, и он будет казнен. 38. И на самом деле она предъявила одежды Йосифа и сказала, он пытался меня изнасиловать. 39. То есть, сатана будет пытаться вводить вас в какие-то сферы обвинений ложных и так далее. 39. Помните историю Йосифа? 39. Иосиф остался верен до конца. Абсолютно до конца. 40. И попав в тюрьму, попав на дно общества, он не потерялся там в тяжелых обстоятельствах. 41. Он продолжал непрестанно молиться. 41. Молитва – это наш сигнал, что мы живы духовно. 41. И когда мы молимся, мы напоминаем Всевышнему о себе. 42. И Всевышний увидел. 42. И помог Йосифу. Из тюрьмы он зашел на трон и стал вторым лицом в государстве. 43. То есть, неважно, в каких вы сегодня обстоятельствах финансовых или моральных, душевных, 43. В разводе или не в разводе, семейные, неурядицы, дети, непослушные, не имеет ничего значения. 44. Имеет значение молитва. 45. Продолжайте молиться. 46. Продолжайте верить в Йешуа. 46. Продолжайте верить в всемогущество Божие. 47. Даже то, что невозможно сегодня человеку, все еще возможно Всевышнему. 47. И наша ответственность – верить. 48. Верить. 48. Я веровал, потому говорил. 49. И я сегодня верую. 49. Я верую, что приходит время святости для наших собраний. 49. Приходит время святости для нашей жизни и служения. 50. Приходит время абсолютной праведной жизни. 50. Когда мы выйдем и покинем все территории греха, все территории компромисса. 50. Когда сатана нас потеряет навсегда. 51. Все сферы, которые он сегодня еще контролирует, будут освящены силой крови. 51. И поэтому наше сегодняшнее причастие. 51. И наше сегодняшнее причастие. 51. Наша сегодняшняя молитва. 52. О святости. 53. О святости. 54. О святости мысли. 55. О святости чувств. 55. О святости желаний. 55. О святости решений. 55. О святости утром и святость вечером. 56. Святость ночью. 57. Святость в сновидениях. 56. В мыслях. программах, проектах, в общении, святость во взгляде, святость в слушании и так далее. Будьте святы, давайте это скажем. Почему? Потому что я, Бог ваш, свят. Об этом кричат сарафы, об этом кричат крубимы, они кричат, чтоб услышал каждый человек на земле. Свят, свят, свят. Адонай цевоот. И дальше они кричат, что вся земля полна его славы. Вся земля. Если вы сегодня не видите славу Всевышнего повсюду, это из-за слепоты. Грех, он делает нас слепыми, беспомощными, слабыми. Но святость, она нам покажет реальность того, что есть на самом деле. И когда мы увидим, что земля полна его славы, это наступит новая эра церкви. Вам не нужно будет здание, вам не нужны будут люди. И вы будете жить в славе, вы вернетесь в жизнь славе. И куда вас слава поведет, там и будете вы. Где мой слуга, там и я. И там, где я, там и слуга мой будет. Будет. То есть, наступает время великой святости. Наступает время очищения, освящения еще. Наступает время полной святости. От темени головы до подошвы ноги. Это время новых мехов. Куда будет наливаться новое вино нового завета. Это время, когда Всевышний подготавливает землю к принятию или открытию своей славы по всему лицу земли. По всему лицу земли. И на севере, и на юге, и на востоке, и на западе. Как он сказал, не только в Иерусалиме, не только на Горесии, но на всяком месте, где будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Конечно, невозможно всех желающих собрать будет в Иерусалиме на горе. Это миллионы и миллионы. Поэтому там будут 144 тысячи. Это певцы, прославители, поклонники особенного уровня поклонения и хвалы. Поэтому ревнуйте стать поклонником. Будьте поклонником. От ранней зари до поздней ночи. Продолжайте поклоняться. Продолжайте воспевать Его славу. Продолжайте пророчествовать о истине событий, которые произойдут с нами в нашем поколении. И мы увидим Его славу. А увидев славу, мы преобразимся в тот же образ. Вдруг, во мгновение ока это произойдет. От вида Его славы произойдет наше преображение для вечной жизни. Как написано, преображаясь от славы в славу, от силы в силу, от веры в веру.